здравствуйте друзья еду на работу вторник утро вы не знаете какая радость снова оказаться за рулем моей ласточки японской ой 5 сколько 66 дней ездил я на ориентованном автомобиле и надо сказать что чем больше ездил тем больше мне всяких было неудобств как-то открывалось что ли поэтому туда поехал сюда поехал выяснилось что например при совершении правого поворота например гораздо хуже видимости я не не очень вижу куда поворачиваю что там под колесами и так далее вот по сравнению с тем как сейчас то есть привыкаешь к чему-то на этим в общем хорошо хорошо вернуться на круги своя мне машинку золотали я считаю замечательным вот помою когда пойду отдельно сниму а то там она пыльная какая-то вообще надо сказать что во многих местах когда машину что-то с ней делают они ее еще заодно и помоют и как бы так в общем даже я бы сказал что это скорее принято чем не принято но вот тут не помыли дальше значит там обнаружилась такая вещь когда я пришел ее забирать машина не заводилась так и не заводится знаете вот такое впечатление как когда-то на заре так сказать моего вождения автомобилей был у меня жигулёночек и вот зимой там знаете свечи бензином зальет и вот он не заводится надо ему дать там отстояться откапаться в общем вот такое примерно было впечатление короче не могу уехать с этого места ну и мужичок правда грамотный попался там сотрудник говорит у тебя аккумулятор подсел он меня стартанул от своей батарейки и я думаю что такое вот я уже купил машину четыре с половиной года назад и вы можете сказать что конечно за это время аккумулятор мог бы и сесть я даже соглашусь но вот чего он сел то вот именно пока у них был в ремонте даже не знаю вот это мне непонятно молдова пока у меня стартовал или может раньше это произошло я не знаю но меня сбились все настройки в частности вот я теперь по карте раньше я ехал по карте и двигался все время вперед а теперь вот я еду и у меня стрелочка идет справа налево вот по улице по которой я еду называется приман в общем не знаю что делать самое интересное что мне не предложили там же заменить аккумулятор вот это меня очень удивило то есть это тоже работа за нее деньги берут там и все такое он сказал тебе надо аккумулятор заменить когда-нибудь езжай минут 15 поедешь и он у тебя там подзарядиться но просто имей ввиду что он садится надо его менять и не сказал приходи поменяем или там не сказал давай сейчас поменяем не ну ну я не знаю в общем такой сказать что сервис ненавязчивый это сделать ему комплимент в общем такая вот история но все равно я я все равно доволен что как бы вернул машину назад они умудрились поменять какие-то еще вещи в ней при том что вроде бы не то чтобы они делали как какие-то такие работы которые требуют ходовых из испытаний да то есть вот они там сиденье моё водительское как-то они его перенастроили или вот даже например у меня светится тут огонек oil maintenance required то есть надо менять масло а я им специально заплатил за замену масло синтетическое то они мне сказали что масло поменено и на словах сказали что этот счетчик они мне переставили но все равно продолжает светиться то есть надо будет к ним еще заехать и чтобы они убрали мне эту надпись там своих этих делах ночи очень странно очень очень странно хотя в принципе конечно они в основном работа состояла в том чтобы помятую дверь там починить и покрасить точнее две двери даже вот и это вроде бы нормальная еще сам тоже через пыль не доглядел но так ну вроде нормально нормально в общем такие такие впечатления общий совет такой значит не царапаться не биться не чиниться вот а ездить хорошенькому чистенькому и новенькому бывает вот смотришь на машину там не десять лет такое ощущение что только что с конвейера сошла да там но на ней обычно там при этом не 200000 миль будет а может быть там не знаю 30 но но есть такие у меня света вот так будет она очень мало за год там 3000 миль может наезжать по дворам там по магазинам поэтому да хотя у нас тут знаете сложно прожить без того чтоб тебя долбанули так по чуть-чуть но вот например на парковке у меня машина широкая так ну достаточно широкая я уже привык так что если встанешь куда-нибудь в нехорошее место так тебя дверьми стукнут другие машины ну такие маленькие ссадинки оставляют но я уже там стараюсь стать так где никого нету рядом там или в какой-то такой уголок где там пошире уже так формируется но в принципе да конечно вот если идешь куда-то где много народу так зачастую кто-нибудь тебя так дверью и стукнет не не страшно вот такие наши водительские может сказать переживания или можно сказать проблемы америки если кого-то проблемы интересуют вот такие проблемы могут дверью стукнуть на парковке легко особенно если там тесно там и у тебя машина большая это уже это уж точно а если ты еще на большой машине да пытаешься встать на такую парковку где написано что только для маленьких а это пишут пишут не помню дословно small small cars он лишь такое не пишет там поуже вот тогда уж точно те могут залепить даже не специально так что у нас еще тут из последних новостей из последних новостей все тихо как то вот такая тишина студентов мы подраскидали очень основательно в том смысле что списки на там на устройство что-то их совсем уже как-то не осталось никого и новые подходят конечно но в общем как-то я не знаю с чем это связано я говорил пару дней назад что когда я на дайсе вот на прошлой неделе там две новые группы были я им показывал как там это все происходит и я еще тогда удивился что просто мало резюме просто очень мало резюме даже казалось бы наши ребята в основном это были резюме даже когда наших вот вижу это были резюме тех тоже работает по нескольку лет вот там не буду называть фамилии вы многих знаете в общем кое кого знаете вот вот один которого все знают и которого не хочу называть он там самый первый там и на недельном поиске и на месячном вот так мощно висит на интервью ходят да так вот мало резюме что происходит я не знаю то ли это просто летний такой слоу даун там люди в отпусках я не могу сказать но у нас и на школьном фронте то же самое то есть мы сейчас резюме подгребаем уже не из фолдера где те кто прошли мог и клиренса уже просто берем из тех кого только-только сделали потому что они еще не прошли толком ничего но других нет вот мы уже начинаем оттуда подгребать так что не знаю я надеюсь что это изменится ситуация но вот пока так нам тоже на самом деле нужен какой-то запас народу вот в идеале чтобы хорошо себя чувствовать нужно чтобы было там скажем 20-25 резюме в запасе это меньше чем месячный так сказать план по плейсменту зависит нас обычно уходит человек 35 там бывает 40 вот значит ну хотя бы резюме там 25 имеет чтобы когда говорят дайте резюме чтобы было чего дать потому что люди живут в разных местах скажем если у тебя есть 25 резюме то из них чисто географически может может быть 10 согласятся вот туда а 15 нет плюс начинается платные или бесплатные плюс там допустим требования к владению английским требования к профессиональному так как будто бы граунду и пошло и поехало и выясняется что когда у тебя 25 резюме ну хорошо если там три-четыре ты сможешь дать нормально поэтому когда сам когда вот сейчас например там 45 резюме лежат и поэтому приходится идти туда где вообще как бы люди еще сыр сыр и совсем свеженькие толком там не не подготовленные но вот тем не менее они даже не будучи не 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 прошедшими каких-то процедур наших есть достаточно сильный народ такой как бы жизнью битый да то есть они интервью легко проходят просто в силу того что общительные жизнерадостные веселые соображают в общем-то предмет более-менее знают так что ну в общем вот так вот так бывает посмотрим что будет дальше у меня пока что моя версия что это связано с летом тем что летом немножко меньше активность что еще кто-то мне вчера написал я не помню в одном из комментариев я даже заинтересовался что мол керри госсекретарь соединенных штатов джон керри сказал что в связи с тем что прибывает много беженцев они там большие планы в общем по приему беженцев из там мусульманских стран преимущественно из сирии я так понимаю но не только из сирии из африки тоже там кое-откуда и они мол говорят что не будут больше разыгрывать лотерея в общем отменяют ее вот сейчас дело в том что я пошел поискал абсолютно ничего нигде ничего на этот счет не нашел не по-русски не по-английски и само по себе это довольно странно звучит как гипотеза потому что все-таки лотерея это не административным решением принимается а все-таки это конгресс и законы и это не административная штука наверно они могли бы они наверно могли бы чтобы так какой-то указ там декрет сделать то есть у президента есть такие возможности но вообще лотерея сама по себе это чисто демократическая такая игрушка то есть республиканцы давно на нее зуб точили там пять лет подряд там стать палата представителей где большинство республиканцев они там но они понимали что не пройдет но видим как дразнили что ли там сенат я не знаю но они принимали вот законопроект о том чтобы закрыть лотерея и поэтому чтобы так демократы вдруг сами ее закрыли ни с того ни с всего кроме того сама идея диверсификации противоречит тому чтобы там из одной или двух стран набрать сразу 300 тысяч человек и это как бы совсем совсем даже не диверсификация ее противоположность поэтому сама эта новость была довольно странной вот но поскольку вот проскочила то я подтверждаю еще могу сказать что я наблюдаю статистику посещения там но просмотров там тех или иных видео и вдруг я смотрю у меня выходит сейчас на первое место по просмотрам видео которое мы когда-то с алексом раевским записали о том как заполнять анкету при подаче заявки на лотерею значит я что хочу только сказать что все таки анкета может измениться то есть танки это которая была два года назад это было два года назад на следующий год мы не стали ничего менять потому что каких-то изменений требующих нового сюжета нового видео по заполнению там не не было и значит было принято решение оставить вот это видео как есть что будет в этом году мы не знаем и я не видел каких-то дискуссий на эту тему никто не знает пока не появится новая анкета поэтому если появится новая анкета и там будут какие-то изменения не надо спешить никуда значит там все-таки есть целый месяц мы оперативно сообразим и если нужно будет там сделаем новое видео и тогда если не будет никаких изменений значит так и останется и в общем но я могу сказать что интерес резко подскочил то где-то по 700 по 800 просмотров в день вот последнюю там неделю уже недолго осталось сегодня у нас я с трудом соображают 21 22 разбивается вот и на 22 уже но не скажу точно и осталась неделька до 1 октября а там глядишь 2 3 и начнется все в общем ждем а люди уже смотрят как анкету заполнять а некоторые все еще спрашивают так будет лотерея или нет значит ну подтверждаем что нет никаких сигналов об ее отмене вот так что скорее всего будет что сказать я как бы говорил уже на эту тему может быть даже раза два или три но мы понимаем что кто-то не смотрел а кто-то может быть смотрел на хочет еще раз переспросить я вот уже привык когда у нас студенты и их мужья там но студентки и их мужья у нас девочки снова учатся из индии вот они когда из индии народ они могут неограниченно долго поддерживать разговор задавая один и тот же вопрос чем-то вот напоминает там вчера по 3 а вот но маленькие сегодня по 5 но большие но вчера и вот и вот это вот они один тот же вопрос они слегка меняют формулировку и когда ты смотришь на них ощущение полное что они уверены в том что вопросы раньше не задавали а как бы за абсолютно новый такой один вопрос другой вопрос а вопрос тот же самый вот у нас часто на канале так тоже бывает но нам сказать что и тут есть и хороший элемент вот века ты могу я знаю что чувак мы с тобой же так один вопрос много раз ответили поэтому если что значит ты не обижайся вот я не перед они прекращают забрать задавать этот вопрос то есть они на самом деле понимают как я думаю 8 не обижаются абсолютно вот они тогда хорошо больше не будет вот напоминает анекдот а поговорить вот а то как вы не уважают вот так что то что называется cultural differences эти люди из разных стран они у них культурные различия хорошо сегодня немножко прохладнее чем вот было как раз вот ночью должны были какие-то перемены произойти чудо жара уже достала это не наша жара это это абсолютно непривычная для нас жара и вот все говорят что 2015 год какой-то самый жаркий там за все время наблюдения я не знаю но ну действительно вчера вот так в офисе сидишь знает ничего а на улицу выходишь и жуткое дело я смотрю девчонки стоят там беседует студентки после уроков и я говорю девки говорю вы переворачивать на другую сторону она сейчас пережаритесь они говорят мы только оттаиваем от холодильника вашего хорошо в общем хотя бы в офисе ничего а в пятницу у них накрылась что-то с электричеством и в офисе тоже значит кондиционер не работал в коридоре было темно и в туалетах было темно и я пошел я извиняюсь по малой нужде и думаю как же я в темноте то буду но знаете добрый самаритянин находился в той части туалета где не по малой как бы нужде и он своим сотовым светил и этого хватило на весь туалет и я подумал что добрые люди есть всегда вокруг нас надо только верить и вот и они найдутся вот такая позитивная форма рассуждение у нас друзья счастливо и чтобы всегда был свет там где он нужен вот а там где нужен но нет там мы сами будем этот свет проливать вот такой призыв у меня за это надо выпить и идти на работу счастливо а